Здравствуйте! В эфире новостная программа «День за днём» в студии Олег Соловьёв. Сегодня в выпуске. Школьная пресс-конференция призёров конкурсов Госкорпорации «Росатом». В этом сборнике у нас Саша – актор, и её стихотворение, собственно, сочинение вошло в эту книгу, которая именно, как она уже сказала, в Москве. Мастер-класс учеников школы «Росатома» – юные создатели. Мы пытаемся детей приучить к тому, что они должны уметь конструировать, они должны уметь пространственно видеть какие-то детали. Очередное заседание административной комиссии. Госкорпорация «Росатом» продолжает с большим вниманием относиться к юным жителям атомных городов. Для школьников регулярно реализуются социальные проекты и конкурсы, проявить себя в которых может каждый желающий. 16 проектов и 4 конкурса проходят в 21-м атомном городе. Мероприятия реализуются в рамках проекта «Росатома вместе» и призваны раскрыть творческий потенциал юных горожан. В масштабном мероприятии уже не первый год принимают участие и десногорцы. Своим опытом участия поделились ученики 4-й Десногорской школы, финалисты, победители и лауреаты конкурсов проекта «Росатома вместе». На пресс-конференции 15 сентября в актовом зале 4-й школы они рассказали тонкости творческого процесса и секреты своих личных побед. Сначала было чувство неизвестности, что это что-то новое, что-то интересное, но потом, когда я проходил все больше и больше уроков, было интересное «Росатом». Анастасия Палашкина, Александра Нерослова, Александр Васин, Александр Морозов и Евгений Фукс – представители гуманитарных, спортивных и точных направлений. Среди всего многообразия конкурсов проекта «Росатома вместе» каждый из них смог выбрать интересную именно ему тематику и громко заявить о себе. У нынешних спикеров уже есть позитивный опыт участия и победы в конкурсах, что, несомненно, заряжает их энергией на будущие достижения. И такая возможность у школьников Десногорска будет и в последующие годы. Для того, чтобы победить в конкурсе любого уровня, необходимо участвовать, необходимо пробовать, попробовать себя в нескольких направлениях, посмотреть, где получится лучше и будет более интереснее. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. 15 сентября в школе номер 3 прошел мастер-класс по 3D-моделированию. В рамках проекта «Школы Росатома» ученики 4-го Б-класса узнали, как работают 3D-ручки и даже применили их на практике. Примерно так будут выглядеть уроки рисования в школе будущего. Вместо кисточек и красок – так называемая 3D-ручка – настоящая находка для современного творчества. С помощью нее можно изготавливать небольшие модели из пластика. Устройство расплавляет пластмассовую нить, и пока оно снова застывает, материалу можно придавать любую форму. Наконечник ручки может нагреваться до 240 градусов. Несмотря на это, прибор полностью безопасен. Для остывания элемента из остывания краски предусмотрен встроенный вентилятор. Также можно подобрать холодную ручку, в которой главным элементом является быстро затвердевающий фотополимер. Применение 3D-технологий позволяет ребенку познакомиться с моделированием, развивает воображение и пространственное мышление. Мы пытаемся детей приучить к тому, что они должны уметь конструировать, то есть они должны уметь пространственно видеть какие-то детали. Опять же, ребятам нужно объяснить и дать понять, что нет ничего страшного в точных науках, например, таких как геометрия, где пространственное мышление является основой полагающей. В этом классе ребята рисовали 3D-элементы для создания объемного символа «Школы Росатома». Занятие увлекательное и в жизни пригодится. Рисование 3D-ручкой помогает готовить будущих архитекторов, дизайнеров и даже градостроителей. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. 8 сентября прошло очередное заседание административной комиссии, цель которого – снизить случаи правонарушений в Десногорске. Это первое заседание в сентябре и месяце. На рассмотрение административной комиссии поступило 18 протоколов об административной комиссии. Из этих дел 4 по несоблюдению тишины. По нарушению норм благоустройства, в первую очередь это неправильная парковка, было представлено 14 протоколов. Оправдывая свой поступок, многие водители ссылаются на невозможность парковки по правилам из-за того, что инфраструктура некоторых дворов находится в плачевном состоянии. Для этого горожанам предлагается вступить в программу «Комфортная городская среда». Как это делать, описано в брошюре, которую выдавали каждому нарушителю. Семь шагов основных, что необходимо сделать жителям домов, для того, чтобы их домовая территория была включена, строя здесь они изложены. По рассмотренным 8 сентября правонарушениям были вынесены денежные штрафы от 2 до 4 тысяч рублей. В конце выпуска о погоде. 18 сентября в Десногорске пасмурно, возможен дождь. Температура днем плюс 10, ночью плюс 8. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok